Глава 2 сватовства. Подзаголовок. Вот так дети сблизили обе семьи. У раби Мойши и его жены Сары было три сына и одна дочь. Старше всех была дочь Фрейда. Старшим сыном был Авром, вторым – Яаков и самым младшим – Шнеурзалман. К сыновьям были представлены лучшие учителя, которые насыщали своих учеников Торой и знаниями. Дочь же Фрейду обучали только чтению, умению молиться и читать Таилим. Это соответствовало принципу раби Мойши – девушек обучать Торе не следует. Как нам уже известно, этот принцип противоречил принятому унистеров и каббалистов. Раби Мойши был воспитан в духе противников каббалы. Также он воспитывал и своих сыновей. Но с течением времени положение в Познане изменилось. В городе умножилось число последователей раби Юэля Баалшема из Замостья. В этом отношении большое влияние оказал раби Борух Батлан, который, несмотря на прозвище Батлан, совсем не был им. Он был великим ученым в области Торы и, помимо этого, крупным коммерсантом. Во многом он был подобен раби Мойше. Как бы отрицательно не относился раби Мойши к последователям раби Юэля Баалшема, все же раби Боруха он уважал, а это ослабляло его противодействие нистрам и каббалистам. Он следил, однако, за тем, чтобы его сыновья не водились со сторонниками каббалы. И все же, как бы строго не следил раби Мойша за своими детьми, он не смог уберечь их от сближения с двумя юношами-однолетками, которые склонялись к системе каббалистов. Одним из них был Беньямин, сын раби Боруха, а другим был его племянник Кадиш, сирота его брата, каббалиста раби Довида. Оба юноши были одарены редкими способностями и пользовались известностью в Познании. Было бы совершенно непонятно, если бы раби Мойша, который так уважал людей Торы, не позволил своим сыновьям общаться с Беньямином и Кадишем. Были, впрочем, и другие причины, связавшие такие различные по своему образу жизни семьи, семью раби Мойша и семью раби Боруха. Жена раби Мойша Сара занималась благотворительностью и многим оказывала поддержку. Для того, чтобы знать, кто нуждается в помощи, Сара дружила с теми, у кого был широкий круг общения. Особая дружба связывала ее с матерью Кадиша, вдовой Цивьей, несмотря на то, что ее покойный муж слыл каббалистам и последователям раби Йоэля Баалшема. У Цивьи была пошивочная мастерская, и она общалась с десятками женщин, поэтому всегда знала, какие семьи нуждаются. Обе женщины стали очень близкими подругами. Понятно, что каждая из них знала все, что делается у другой. Дочь Сары Фрейда склонялась к путям каббалистов и Нисторов. Несмотря на то, что она была дочерью богача, все же решила приобрести специальность – шитье, поскольку изучать Тору ей не позволяли. В то время познаньская община, возглавляемая раби Мойше, открыла школу для обучения бедных девушек ремеслам, чтобы обеспечить их будущее. Ни отец, ни мать не возражали против того, чтобы Фрейда пошла учиться ремеслу, в то время, как в других богатых семьях это не было принято. Следуя примеру Фрейды, начали изучать ремесла, особенно шитье, также и дочери других обеспеченных родителей. Благодаря специальности портнихи, Фрейда сблизилась с вдовой Цивьей, хозяйкой пошивочной мастерской. Фрейда имела возможность подружиться также с дочерью, раби Боруха Батлана, Рохелью. Как дочь последователя системы каббалистов, Рохель была ученой. Раби Боруха Батлан придерживался мнения всех каббалистов и нистеров, что можно и должно обучать Торе, также и девушек. И Рохель, обладавшая редкими способностями, выросла ученой. Общая профессия сблизила ученую Рохель и малограмотную Фрейду. Вот так дети сблизили обе семьи, семью раби Мойше и семью раби Боруха Батлана, несмотря на то, что эти семьи принадлежали к двум противоположным лагерям. Провидение уже определило, что Рохель выйдет замуж Жашнеу Розалману, а Фрейда — за Кадиша. Обе семьи, такие далекие по духу одна от другой, все же породнились. Но раби Мойше так и остался противником каббалы.